В Красноярский край идет потепление. Морозы, установившиеся в центральных и южных территориях региона, начнут ослабевать уже в воскресенье 10 января, сообщают специалисты Гидрометеоцентра. Завтра будет еще холодно. В краевом центре в ночное время температура опустится до минус 28 градусов. Днем ожидается до минус 17. В воскресенье на 2-3 градуса теплее. Ночью минус 22, минус 24. В светлое время суток минус 15. Преимущественно без осадков. В понедельник будет еще теплее. 21 ночью 13-15 градусов со знаком минус днем. Существенное потепление синоптики ожидают с середины следующей недели. 13 января столбики термометров поднимутся до отметки минус 4-6 градусов. В южных районах края потеплеет до минус 1. В ночное время суток минус 11-14. Погода будет малоснежной и безветренной. Сегодня в связи с ремонтными работами будет закрыто движение на кольцевой развязке улиц Брянская и 2-я Брянская. С 9 часов вечера нельзя будет проехать от улицы Северо-Енисейская в сторону проспекта Котельниково. Завтра в 7 утра ограничения планируется снять. В субботу 9 января в 10 часов вечера будет перекрыт проезд по мосту через реку Кача по улицам Калинина, Майерчика, Брянская. До 7 утра 10 января движение на этом участке будет осуществляться по временной схеме, которая предусматривает закольцованное одностороннее движение машин по улице Майерчика от проспекта Котельниково до улицы Калинина и по дороге вдоль территории ГУФСИН. На данном участке дороги за соблюдением правил дорожного движения и дорожно-знаковой информации будут следить приближенные экипажи ДПС. В случае возникновения заторовых ситуаций будут осуществлять регулирование дорожного движения. Просьба ко всем водителям быть более внимательными и выбирать заранее свой маршрут. В Кировском районе Красноярска готовится к открытию после ремонта городская детская библиотека имени Сергея Михалкова. Меньше чем за два месяца здесь провели масштабную реконструкцию. Сегодня ход работ проверил глава города Эдхам Акбулатов. От старого интерьера советской эпохи не осталось и следа. Широкие коридоры, просторные залы, много цвета и света. Библиотека буквально преобразилась. Гордоначальника провели по всем помещениям и рассказали о планах. Здесь больше не будет читальных комнат в классическом их воплощении, строгие ряды столов и неудобных стульев. Зато появятся мягкие кресла, на которых можно будет комфортно устроиться с любимой книжкой. Я думаю, что сюда будут приходить читатели из всего города, потому что люди, как мне уже сказали, из других районов задают вопрос, когда можно будет прийти сюда, в эту библиотеку позаниматься. Очень будет интересно, если сюда будут приходить классами для проведения занятий по литературе, по истории, может быть, по каким-то другим предметам. Занятия, может быть, которые будут связаны с дополнительным образованием. В фонде библиотеки имени Михалкова почти 50 тысяч книг. Сейчас они ждут своего часа. Совсем скоро их вернут на полки. Если раньше в Генетис принимали около 200 человек, то теперь работники библиотеки намерены увеличить посещаемость в полтора-два раза. Они уже готовят новые формы работы с ребятами, чтобы для них посещение библиотеки стало любимым хобби. Появится даже небольшой кинотеатр и познавательные лаборатории. Там моноблоки у нас будут стоять много, там будет вся у нас стоять литература краеведческая, то есть вся информационная такая, где он может получать информацию из интернета и из полок тех книг, которые там будут выставлены. И сам самостоятельно сможет заниматься, конечно, под наблюдением библиотекаря, а сам будет заниматься в программах, которые у нас уже 45 программ закуплено, и дети смогут заниматься творчески творить. На то, чтобы превратить старую библиотеку в красочный дворец ушло 14 миллионов рублей. Основную часть суммы направили из краевого бюджета. При этом специалисты отмечают, единых стандартов для детских библиотек как таковых не существует. Поэтому опыт Красноярска является в своем роде уникальным. Авторам проекта пришлось изрядно потрудиться. У нас очень большая, очень креативная авторская группа, то есть команда, которая работала над проектом, они, во-первых, глубоко погружались, во-вторых, сами читали. У нас команда большая и разных возрастов, поэтому у нас есть молодые авторы, которым это все близко. Есть те, кто постарше, поэтому собирали вдохновение в течение двух годов. Основные работы в библиотеке уже закончены, так что открытия ждать осталось недолго. Планируется, что первые читатели смогут войти в обновленный дом книги уже в конце января. Анна Московских, Павел Пателицын, Новости. Сегодня в Красноярске открыли еще один клуб закаливания и зимнего плавания «Креофил». В 2016 году этому обществу исполняется 25 лет. На сегодняшний день это самая крупная организация моржевания и холодного плавания в Красноярском крае. Вообще в нашем регионе около тысячи моржей, половина из которых – жители Красноярска. На открытии нового клуба на Пашинном пригласили и главу города Эдхама Акбулатова. Мэр традиционно приезжает в гости к красноярским любителям закаливания в начале января. А в этом году наши земляки моржи получили мировую известность. Буквально за сутки фотографии зимнего плавания красноярцев в исполнении фотокорреспондента «Рейтерс» Ильи Наймушина облетели весь свет. О силе духа сибиряков рассказали популярные зарубежные СМИ. Как шутят сами моржи, так они начали рекламную кампанию «Красноярска» как столицы зимних игр «Универсиады-2019». У нас традиционная встреча с главой города Эдхам Шукриевичем Акбулатовым. Каждый год в начале года мы встречаемся, подводим итоги прошлого года и намечаем задачи на будущее. Значит, сегодня у нас в городе Красноярске шесть клубов. Мы планируем, что когда у нас будет проходить зимний универсиад, можем сделать экскурсию по клубам закаливания зимнего плавания по городу в марте месяце 2019 года, показать им нашу красоту, не только природную красоту, но и красоту души, силу духа сибирского показать. В Красноярске открылся молодежный центр «Академия волонтерства». Теперь у добровольцев края есть свой большой уютный дом с просторными полами для лекций и семинаров, конференц-залом, каворкинг-студия и танцевальной площадкой. А в будущем здесь будет оборудована еще и кухня, кафе и даже хостел для волонтеров и добровольцев из других городов нашего региона. Ближайшая сессия здесь состоится в конце января. Ее главной темой станет подготовка волонтеров к ежегодному Красноярскому экономическому форуму. На каникулах же молодежь может прийти сюда и поиграть в настольные игры. Ну а уже через несколько лет эта Академия станет штабом команды 2019. Здесь же будет работать колл-центр Всемирной зимней универсиады 2019. Площадка изначально предполагает быть образовательной и образовательной для волонтеров и добровольцев нашего города. Все проекты добровольческие, волонтерские, они будут аккумулироваться здесь. Это будет штаб-квартирой городской для всех волонтеров. В том числе у нас сейчас с прошлого года запустился проект Красволонтер, который объединяет школьные волонтерские штабы города. И программа, проект Красволонтер направлен именно на подготовку волонтерского движения к универсиаде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!